Всем привет! С вами Вован, вы на канале Санчес и Вован. И сегодня мы с вами поговорим про судьбу моего долгостроя BMW 318i E36 от фирмы Hasegawa. Она была построена, я её отправил в небольшой ребилд. Вот как она сейчас выглядит. Это BMW E36 сборная модель от фирмы Hasegawa в 24-м масштабе. Вот что с ней сейчас происходит. Она разобранная. Давайте её разберём. Всё это нужно, я так понял, точнее не понял, я это буду всё прокрашивать. Такие вот диски. Дно. Тут сломанное колесо. Выхлоп такой. Всё это нужно будет прокрашивать, чтобы это всё было дизайн. Короче, ребилд будет большой. Давайте достанем ванну салона, потому что для него у нас лежит основной. Всё. В ней будет стоять вот такой вот каркас, но он не будет полным, он будет просто имитация, чтобы с обеих сторон было видно, как будто бы он там внутри прям полный. Вот такой вот каркас там будет стоять. Также задние и передние бампера. Как вы видите, машина в плачевном состоянии по ЛКП. Так что я пока не знаю, когда я её буду заниматься, но точно я её не выброшу, ничего. Тем более, это же Е36, я ничего с ней плохого делать не буду. Это будет просто ребилд. И ещё лютое каркасе. Вот такая приборная панель, которая тоже нуждается в полной доработке, потому что она вообще не готова. Также вот такой вот спортивный руль, который весь в испарениях от клея. Само колесо. Выхлоп по 13-й сервью, который я хочу сюда поставить, но это не точно. Ковш тоже в испарениях от клея. И вот датчик дэйфи я один приготовил поставить, но я буду ставить туда, наверное, штуки 3, может 4. Вот он, датчик дэйфи. Вот так у нас сама ванна-салонная выглядит. Она тоже в плачевном состоянии. Всё очень такое... ПЛКП ужасное. Вот. Сама модель выглядит вот так. Тоже не в лучшем состоянии. Нет линзы на фаре, но это можно найти. Вторая линза, к счастью, есть. Капот покрашен акрилом, потому что краски не хватило. Вот так вот всё покрашено плохо с подтёками. Вот так вот рассарапано заднее крыло. Зато задние фары хорошо проработаны. Ой, блин, ёперный театр. Не, извините. Прошу прощения. Вот такая вот... Ну, я думаю, вы уже понимаете, что нужен перекрас. Поэтому фары нужно будет заклеивать малярным скотчем. Вот такие вот задние фары. Почему, собственно, всё это... Ой, у меня ещё и крыша треснула. Охренеть можем. Были очень жёсткие испарения на стёкла. Поэтому я даже не знаю, что с такими стёклами делать. Пока я их, наверное, оставлю так. В будущем чё-нибудь придумаю. Чё, в ней точно будет стоять вот эти вот много... Это... Штук 5 или 4 датчика DeFi. И ручник DK Lab, который от Full Garage. Пока что больше не знаю, что с ней будет. Ну, короче... Одним словом, BMW будет восстанавливаться. BMW будет жить. Вопрос, когда... На это ответ дать не могу, потому что вполне возможно. Может завтра, может через год, может через месяц, может через неделю. Вообще ничего не понятно, когда я буду ей заниматься. И это, понимаете, должно быть вдохновение именно на эту модель. Поэтому когда-нибудь оно будет, и я ей займусь 100%. Пока я считаю, что это просто долгострой, который может идти и стоять на полку моих долгостроя. Который попал в ребилд. Собственно, кстати, попал он в ребилд из-за того, что были испарены на стёклах. Я решил его разобрать. И потом понял, что это полный жёлт. Так, давайте... Всё. Вот такая вот Е36, которая отправляется в ребилд. Ну что, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Иван. Вы были на канале Санчез и Иван. Всем пока. До новых встреч.